Приветствую, братья и сестры, приветствую Церковь Спасения. Слава Богу, Бог дает нам жизнь, дыхание еще и возможность собираться вместе. В этом великая благодать Божия. В Салме 93 мы читаем такие слова. «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим». Друзья, братья и сестры, все, которые здесь сегодня, которые, может быть, слушают нас, мы действительно блаженны, потому что сегодня мы имеем эту возможность учиться у нашего Спасителя, «Блажен человек, которого вразумляешь Ты». Давайте помолимся, чтобы действительно сердца наши к этому были готовы, друзья, чтобы суета вот этого мира, какие-то, может быть, наши переживания, они не мешали нам быть добрыми учениками в Школе Христа и в сегодняшнем общении, чтобы Господь проговорил каждому сердцу из нас. И чтобы мы могли прославить Его, чтобы поклониться достойно могли нашему Господу. Помолимся об этом. Наш Господь и Бог, мы сердечно благодарим за то, что в этот утренний час воскресного дня мы все вместе, как церковь Твоя, как дети, искупленные Тобою, можем собраться вместе, чтобы поклоняться Тебе, чтобы этот день посвятить Тебе, Господь, чтобы вспоминать о Тебе, чтобы ходить перед Тобой, проверяя сердце свое, чтобы учиться у Тебя, чтобы Ты мог наставлять и вразумлять каждого из нас. Приготовь к этому сердца наши, чтобы мы были готовы к слышанию, Господь, чтобы Ты благословил сегодня братьев, которые будут возвещать сегодня Слово Твое, чтобы это Слово касалось каждого из нас, проверяя наши пути перед Тобою, и чтобы мы могли изменяться в образ Твой. Благослови всех, кто будет петь сегодня, кто будет молиться, кто будет славословить Тебя, чтобы это было достойной хвалой живому, всемогущему, святому Богу нашему. Услышь, Господь, и презри на каждого из нас, и в этом общении будь с нами. Посети всех тех, Господь, которые не могут быть в служении, которые могут быть в болезнях, в переживаниях, в трудностях, в одиночестве, в испытаниях жизни. Посети таковых и объедини всех нас одним Духом Твоим, и Твоим Словом, и Твоим утешением. Да будешь Ты прославлен в нашем служении, наш Бог отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Общим пением давайте споем день воскресный, и потом будет групповой пение. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 МИР ВАМ, ДРУЗЯ И СЕСТРЫ Я буду читать из Слова Божьего перед молитвой из Причты. Причты. Это книга, которая идет после Псалма. Псалмы, следующая притча. И вот с 18 притчты, стих 10. ПЕСНЯ Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. В другом переводе сказано, что strong power, а в другом еще месте сказано, is place of protection. Имя Господне – крепкая башня. Убегает в нее праведник. Друзья, вам приходилось в жизни убегать? Убегать. Вот кто убегал от собаки? Знаете, забор был такой – в жизни не перелезешь. А тут такая способность – бах, и уже наверху. Знаете, иногда мы, когда убегаем, у нас что-то особенное проявляется. Кто от страха? Знаете, бывает такая – речку можно перепрыгнуть со страха. Люди такие проявляют в себе способности. И вот Библия говорит, имя Господне – крепкая башня. Убегает. Друзья, вот сейчас тут дети сидят. А ну испугай его. Знаешь, как он к отцу бежать будет? Самолетом пролетит. Вот почему он это делает? А есть там место, где есть защита. И вот Библия, друзья, она нам показывает, что имя Господне. Имя Господне – крепкая башня. Убегает Господа. Убегает в нее праведник и безопасен. Правда? Как-то по-другому уже звучит. Убегает в него. Находит там защиту. Укрывается в имени Бога нашего. И в Библии нам открывает одно из имен нашего Иисуса Христа, которые сказали люди, которые жили в Самарии. Вот они встретились с Иисусом Христом и такие говорят слова. В 4 главе Христос, когда встретился с Самарянкой, Самарянка пошла, рассказала людям об Иисусе Христе. И вот они приходят к Нему и говорят. А женщине той говорили, уже не по твоим словам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Одно из имен Иисуса Христа – Спаситель. Вы, друзья, знаете, иногда размышляешь, кажется, ну что здесь сокрыто в имени Спаситель? А Спаситель – это тот, кто помогает в беде, когда никто не поможет. Тот, кто защищает, тот, кто дает сбоку, кто тебя поддерживает, кто дает тебе какую-то, знаете, защиту. Мы его часто называем Спаситель. И вот Самаряне послушали Иисуса, женщину, пришли, послушали Иисуса и поняли. Друзья, это Самаряне, которых считали погибшими, ненужными. Они поняли, что Иисус Христос – Спаситель. Вы знаете, мы когда были однажды в России, и там такое событие было. Плыл корабль по реке Волга. И что-то там случилось, он почему-то начал тонуть, и погибло много даже детей. А сбоку проплывал корабль, видел бедствие этого корабля, и не подплыл и не спас, не помогал. Ну и потом этого капитана, этого корабля судили. И говорят, ты почему не спасал их? Он говорит, да я что, Спаситель. И знаете, вот это спасение человеков – это очень большое дело. Библия говорит, дорога цена искупления души. И вот имя Иисуса Христа – Спаситель. Правда, иногда вот мы едем по дороге, и часто за динамика какой-то звук. Мы сразу прижимаемся, в зеркало глянул, а там машина, которая едет спасать человека. Фу, отлегло. Не меня, а кого-то поехало спасать. И вот, друзья, в Иисусе Христе мы находим вот это большое такое имя. Он – Спаситель. Говорят, это самаряне, тот, кто выручает из беды, кто освобождает, защищает, не дает погибнуть. Мы его называем Спаситель. И Библия нам говорит, имя Господнее – Спаситель. Убегает в него праведник и безопасен. Однажды, когда, друзья, самаряне – это не были первые люди, кто назвали Иисуса Христа Спасителем. Когда Иисус Христос родился, такие были слова. Во 2 главе, в Луки, 10-11 стих сказано. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь». Ангелы говорят, вам родился Спаситель. Вот евреи, друзья, они жили, закон был, закон их не доводил до совершенства, грехи, отступления. И вот тут радость великая – вам родился Спаситель. Это Луки 2 глава, 10-11 стих. Так нам говорит Библия. И вот Библия нам открывает, что Иисус Христос – тот, кто может кинуться и защищать. Помните, когда женщину привели в прелюбодеянии, и вот ее готовы побить камнями. Но ей на пути встретился Спаситель. Она осталась живой. А вы знаете, скольким людям Христос не встретился. Их просто побивали. Не было вот этого Спасителя. И Библия нам говорит, радость великая, дорога цена, искупление души. Друзья, мы поем песни «Как хорошо, что со мною Спаситель». Правда? Оно и вдохновляет. Эти песни как у нас как бы рвутся. Почему об одном я пою? Есть такая песня. Потому что есть вот этот у нас Спаситель. Ты имеешь его или ты не имеешь? Знаете, сейчас мы живем в время, которое многое рушится. Правда? Рушится. Наша как бы защита. А на кого уповать? Начинаются шататься вот эти устои. Вот эти устои, которые давным-давно испокон веков. Они начали шататься. Это отменяют. Этого не надо. А за кого верующему держаться? Куда убегать? Вот страх нападает. А куда убегать? Кому бежать? И Библия говорит, радость великая. Вам родился Спаситель. В деянии сказано, ибо Бог возвысил его десницею и своею в начальника и Спасителя. Друзья, вот мы тут сидим, а есть у меня Спаситель. Я имею этого Спасителя, который может меня защитить. Тот, который в любую минуту встанет за меня, готов себя подставить. И Библия называет их Спасителями. Знаете, однажды в таком зашел корабль. Нет, там был корабль старый-старый, древний, такой, что его, ну, как-то говорят, латка на латке. И наняли команду с наших стран, которые за копейки безопасно могут плыть. И они этот корабль будут отгонять в Индию. Там с них иголки будут делать. Так они смеются, эти корабли. И вот мы попрощались с ними, они выехали и звонят через день. Мы дальше в порту, нас арестовали. Мы приезжаем, что такое? Они стоят, говорят, к нам подъехала береговая охрана, проверила документы, говорит, «А у вас спасательная шлюпка есть?» Они говорят, нет, назад у Бога. Но, 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 они говорят, мы будем плыть вдоль берега. А спасательная шлюпка, наверное, больше стоит, нежели этот корабль весь. И, знаете, хозяин, кто их нанял, ему жалко давать деньги на эту лодку спасательную. И он их так. Они говорят, мы как-то вдоль берега. Я говорю, так вода холодная, вы же не доплывете. Не, их охрана вернула, должны были купить лодку, поменять флаг, потому что американские корабли не тонут, дали какой-то другой. И вот они поплыли. Друзья, мы живем, что люди хотят сегодня без спасителя как-то спастись. Мы как-то доплывем вот там, как-то это случится. Это наше спасение. И Библия говорит, ибо Бог возвысил его, десницу и свою, и в начальника и спасителя. Ибо нет другого имени под небо, через которое мы можем спастись. Друзья, вот мы пришли сегодня. А радость от этого есть, что у меня есть спаситель. Я знаю, в кого я уверовал. Заявляет один муж веры. Господний слугай, скажи. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, другой искупитель мой жил. Друзья, мы сидим, правда, время сегодня такое весьма напряженное. Но для верующего нет. У него кто есть? У него есть спаситель. Друг дорогой, имеешь ли ты этого спасителя? Вот вы, друзья, представляете, вы приходите куда-то, едете в круиз, корабль большой, но говорят, там нету спасательных лодок и жилетов. Вы сядете в этот прекрасный корабль? Ну, правда, кажется. Я думаю, мы быстро узнаем, быстро будем из него убегать. А вот когда ты имеешь... Мы недавно с братьями на рыбалку поехали. Ночь. Лодка маленькая, братьев много. И спрашиваем, а жилеты есть? Да тут под ногами лежат. Фу, есть, плывем дальше. Небо есть это, что может нас спасти. И вот сейчас мы живем, правда, в таком мире тьма приходит. Видим, время уходит. А я имею спасителя. Я имею того, который меня спасет, который протянет мне руку общения. Друзья, вот мы сегодня пришли сегодня помолиться. Я, знаете, перед собранием заехал в магазин, купил две банки масла оливкового. Э, тут взял у нас собрание. Вы знаете, вот эта баночка стоит 25 долларов. Вот таких две стоят 11 долларов. Тут и тут написано extra virgin oil. И тут и тут написано. В чем проблема? Может, кто-то обманывает? Правда? Мы даже иногда даже не знаем. Вот что это такое? Эм, друзья, сейчас расскажу. Мы когда были в Израиле, и нас брат завел туда, там, где делают масло и елей. Вот это елей, вот это масло. Это елей с оливков, а вот это масло с оливков. Это virgin oil. Просто разница, как его добывают. Вот слушайте, как добывают елей. Вот такие кульки, они похожи такие вот треугольникам. В них насыпают оливки и складывают мешок на мешок. И вот они сами друг друга давят. И оттуда вытекает елей. Его очень мало. Вот этот вытекает елей. Его собирают и продают так дорого. Вот когда вытекли елей, сверху ставят пресс, и потекло, знаете что? Масло. Придавило. Друзья, как мы похожи на это. Как беда. И молитва пошла. И страх ушел. И слова появились. А вот от радости, что я имею Спасителя. От этого вообще. Я Бога знаю. Я знаю, кто за меня пролил. Кровь свою. Правда, иногда мы держим это. Я вот смотрю недавно, брат проповедует. Проповедь хорошая. А елея нету. Только что хор пропел песню. Господи, прими молитву мою, как жертву. Как это приятное благоукание. А кто это будет делать? Друзья, за нас никто это не будет. Или у нас этого нету. Или у нас, когда беда пришла. Когда болезни. Когда надавило. И молитва пошла. И страх пропал. И слова нашлись. И отвага появилась. Друзья, это тоже надо. Но ценного. Вот это ценно. Потому что Библия называет это. Елей благоухание. Мы сегодня пришли в собрание. Друзья, а радость есть? А жизнь у вас есть? Вы, друзья, живые. Вы не померли. А за это надо благодарить. Благодарить, что реки прощены. Друзья, вот некоторые примеры такого елея из Библии. Бог мой, скала моя. На него я уповаю. Щит мой. Рог спасения моего. Ограждение мое. И убежище мое. Спаситель мой. Поспеши на помощь мне. Господи, спаситель мой. Что унываешь, душа моя. И что смущаешься. Уповай на Бога. И я буду еще славить Его. Спасителя моего. И Бога моего. Друзья, вот это. Правда, мы вот читаем, и какой-то радость. Друзья, на этом масле не жарят. Его чуть-чуть добавляют для запаха. Оно приятное благоухание. И вот как бы нам, чтобы было вот это. У меня было вот это благоухание. Чтобы никогда у меня беда надавила. И я вот тут уже выдаю вот эти слова. Да, они тоже. Но это, друзья, не благоухание. Благоухание то от радости. Радость спасения пришла. Мария заявляет. Абра возрадовался. Дух мой о Боге. Спасители моем. Вот, друзья, сейчас будем молиться. Будем благодарить Бога. За то, что спас у нас. Тех, которых не было никакой надежды. Явился этот Бог. И говорит, я. Я спаситель. И нет Бога, кроме меня, кто может спасать. Сейчас, друзья, будем славить Господа. Благодарить Его за спасение. Души моей. Аминь. Преклоним колено. Господа прекрасная, созданная страна. Радужными красками светится она. Бесконечно светлая, ты мечешь меня. И приема светая, новая земля. И End хранит. Преклоним колено. Бесконечно светлая, ты мечешь ты. И сердце одинокое. Паспакать ты. Знаю, ты, межладского странника, меня, Родина прекрасная, новая земля. Нет тебе страдания, реча, реча, нет, О, очистно дальняя, мой незримый свет, Но бляжу с надежною в звездные края, Где ты, безмятежная, новая земля. Родина далекая, край мечты, Сердце одинокое, успокоишь ты. Знаю, ты, межладского странника, меня, Родина прекрасная, новая земля. Через испытания в край родной придут, Здравствуйте, многожданная, Родине скажу, Самой нежной песнею жизную пошла, Беспредельно вечная, новая земля. Родина далекая, крайне мечты, Сердце одинокое, успокоишь ты. Знаю, ты, межладского странника, меня, Родина прекрасная, новая земля. Когда перед тобой склоняюсь я в тишину, Когда собой меня ты наполняешь, О, как негутри эти сладки для души, Ой, милый Иисус, ты это знаешь. Звони же надо мной, еще не раз, Христос, Часы утренней тиши, Часы покоя. Звони же надо мной, еще не раз, Христос, Часы утренней тиши, Часы утренней тиши, Часы утренней тиши, Часы утренней тиши. Тогда уходится земное далеко, И грудь потом любви дает и дыхает. О, как с тобою мне чудесно и легко, В общенье и в часу утренней тиши, Часы 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 у Требей тиши в часы покоя, покоя. О, как ты нужен мне, среди вода, как слез. Иди ко мне, хоть я того не стою. Ты нежный, милосердный, любящий, благой. Ты все вокруг собою наполняешь. И стон души моей устарший и больной. Ты, Иисус, без слов моих узнаешь. Стонней же надо мной, еще не раз Христос. В часу утренней тиши в часы покоя, покоя. О, как ты нужен мне, среди вода, как слез. Приди ко мне, хоть я того не стою. Мне хорошо с тобою быть наедине, Дышать тобой и слышать голос чутный. И слезы лиц тиши, все больно открыть тебе. И видеться в небес твои лазурды. Стонней же надо мной, еще не раз Христос. В часу утренней тиши в часы покоя, покоя. О, как ты нужен мне, среди вода, как слез. Приди ко мне, хоть я того не стою. От Луки в 23 главе мы читаем такие слова. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Черри Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Одна из целей наших молитвенных групп – это молиться о наших детях, об их спасении. Декламация, о которой мы хотели бы поделиться сегодня, как раз говорит об этом. Ее написала Вера Пасько. Путь перед Голгофой – скорбный путь, но Христос не мог пройти его иначе. Как без содрогания взглянуть? Шедший за ним, все жены плачут. Но Спаситель даже в этом дне, думая не о мучениях страшных, им сказал, «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Ибо тяжкие наступят дни, люди скажут, «О, падите горы, скройте нас, высокие холмы, от лица того, кто на престоле». Видел Иисус все наперед, знал о том, какое будет время, сколько от Него детей уйдет ко спасению призова невнемля. Наши дети, о, как нужно нам плакать день и ночь о них взывая, чтобы достучаться к их сердцам, и они вошли бы в двери рая. Если бы однажды мы могли на мгновенье заглянуть в их души, чтобы мы увидели бы в них, и о чем пришлось бы нам послушать. Нам открылось бы тогда, многое б тогда, чем живут, что их тревожит. Стало б ясно нам, что в их года неокрепшие их души гложит. Грех вокруг. И очень трудно им устоять под градом искушений. Время тяжкое досталось им. Сколько нужно силы и терпения, чтобы свои одежды сохранить и грехами, чтобы не запятнаться. Божьими детьми на деле быть, а не только ими называться. Тяжело. Поэтому Христос и сказал о детях плачки, о своих не пожалеем слез, будем в сокрушение взывать мы. Чтоб Господь их души сохранил от того, что мир здесь предлагает и Своей силой наделил Той, которая все побеждает. Чтоб, одевшись в Божию броню, стали бы они неуязвимы и наперекор врага огню оставались непоколебимы. Чтоб Дух Святой наполнил их, чтобы веры выросли в них крылья и плоды созрели чувств святых, чтоб благословил их Бог обильно. Аминь. Аминь. И сейчас мы хотим спеть вместе с вами, мы приглашаем всех петь вместе. Это гимн, когда делают дети ошибки. И у нас backup singers есть вот здесь вот. И мы приглашаем вас, пожалуйста. Будем петь все вместе. Да благословит Господь. Когда делают дети ошибки, Грустно в них узнавать нам себя. И тускнеет для нашей улыбки при сознании верным это я. Ваша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, и родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Ваша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, и родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Неоплаканный грех в жизни нашей повторяется в детях родных. Это мы поем горько их чашей грехов наших и нашей вины. Ваша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, и родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Ваша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, и родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. О себе будем плакать и детях постоянно молитвы нести, только с Богом они жизнь осветят, станут благословением пути. Наша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, и родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Наша радость и счастье, дети, а порой они скорбь и беда, и родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Я к Тебе прихожу, мой Боже, колени свои преклоняй, ты стал мне всего дороже во свете земного дня. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь несгрозная битва, награда моя небеса. Пред Тобой я склоняюсь низко, надежду в себе храня. Я верю, я знаю, Ты близко, Ты видишь, Ты любишь меня. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь несгрозная битва, награда моя небеса. Ты светом наполнил душу, направил на верный путь, по нему я пойду без страта. Только рядом со мною Ты будь. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь несгрозная битва, награда моя небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь несгрозная битва, награда моя небеса. Мир вам, дорогие братья и сестры. Я также всех вас сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем разбор книги «Деяния апостолов». И мы с вами подошли к 11 главе, ко второй половине этой главы. И если вы были внимательными, мы для себя определили тему или определили стих, определили слова Христа, который сказал ученикам, который сказал нам, «И будете мне свидетелями». И мы эти слова взяли в основание наших рассуждений. И действительно, последние слова Господа перед Его отшествием, как записал евангелист Лука, и все, вся эта книга «Деяния апостолов» говорит о действии учеников, говорит о действии апостолов, говорит о том, как они исполняли это поручение Господа нашего Иисуса Христа. Тема нашего сегодняшнего рассуждения будет церковь в Антиохии. И я бы хотел, чтобы сегодня, когда мы будем рассуждать, когда мы будем смотреть на эту церковь, чтобы мы смотрели на себя, чтобы мы посмотрели на нашу церковь, посмотрели на себя в том моменте, как мы исполняем вот это великое поручение Господа нашего, как мы исполняем то повеление, которое Христос оставил, говоря, что вы будете свидетелями. Итак, вторая половина, вторая половина 11 главы мы будем читать с 19 стиха. Если вы посмотрите немножко раньше этой главы, в самом начале здесь идет повествование или пересказ апостола Петра, когда он возвратился в Иерусалим, пересказ о том, что Бог соделал, о том, что Бог осуществил в жизни Петра. И не просто Петра, в жизни язычников. Вы помните, мы с вами слышали это слово, когда Петр, Вадимый Духом Святым, был послан Корнилию, и он засвидетельствовал, засвидетельствовал так, что Корнилий, все его семейство, обратилось к Господу. И вот в заключении, после того, как апостол Петр передает это повествование братьям в Иерусалиме, он говорит, 17 стих этой главы, «Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» И 18 стих, выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. И вот после этого мы с вами начинаем читать о церкви в Антиохии. Будем читать 19 стихи, немножко ниже. «Между тем, рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Феникии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне, киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и верой, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. Один из них по имени Агав встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Для того, чтобы мы имели такое вот общее представление, где находится Антиохия, если вы посмотрите на эту карту, посмотрите на восток, вы увидите Иерусалим, немножко выше увидите эту область, Финикию, вот в области Тира и Сидона, слева или на запад от Финикии вы увидите остров Кипр и немножко выше в то время на территории Сирии был этот город Антиохия. В настоящее время он находится на территории Турции. Если бы нас попросили сказать что-то о церкви Антиохии, вот из того, что мы прочитали, что бы мы сказали, на что бы мы как-то поставили особое ударение. Вы знаете, когда мы говорим о церквях в наше время, я думаю, что есть что-то особенное в каждой церкви. И когда-то, или может быть для некоторых церквей мы говорим, что вот развито хоровое служение, певческое служение, может быть мы говорим, что в какой-то церкви есть особенный дом молитвы, может быть молодежное служение, подростковое служение, может быть молитвенное служение, если бы мы посмотрели вот из прочитанного на церковь в Антиохии, на что бы мы обратили внимание? Когда я читал вот это повествование, когда я перечитывал, я для себя определил и поставил, что эта церковь знала свое предназначение. Вы знаете, на страницах Писания мы находим повествование или образы церквей и мы находим определенные действия или мы находим благословения или трудности или находим переживания, которые были в каких-то церквях. Читая послание апостола Павла, особенно мы находим это и мы видим это. Видим благословения, которые были в определенных церквях и апостол Павел пишет об этом и благодарит Бога. В то же самый момент апостол Павел к другим церквям пишет о тех проблемах, о тех трудностях, которые были в этой церкви. Когда мы читаем книгу Откровения, в начале этой книги мы с вами читаем о послании, послании семи церквям. И вот в этих церквях также были определенные проблемы. И Дух Святой, или Христос, обращается к пресвятерам, обращается к церкви и говорит об особенности. Я хотел бы две церкви, чтобы мы немножко посмотрели. Вы помните церковь в Сардисе? Христос говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот что Христос выделил о церкви в Сардисе. То, что они говорили, что они живые. Но Христос говорит, ты говоришь, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вы помните церковь в Ладайкии, которые имели достаточно хорошее или высокое мнение о себе. Они говорили, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но Христос говорит, ты не знаешь, что ты несчастный, что ты жалкий, что ты нищий, что ты слепой. Когда мы смотрим и рассуждаем о церкви в Антиохии, я бы хотел очень кратко посмотреть на три очень важных момента, которые присутствовали в этой церкви. Которые подчеркивают вот то правильное понимание, правильное понимание предназначения церкви здесь на земле. И прежде всего, это благовестие. Мы с вами читаем с 20 стиха. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, проповедуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число у веровав обратилось к Господу. Мы видим, что после убийства Стефана некоторые верующие, они должны были бежать. Должны были бежать на север с Иерусалима. Они начали продвигаться на север в район Тир и Сидон, где была эта область Феникии. Дошли до острова Крита. Дальше пошли еще севернее, дошли до Антиохии Сирийской. И в ней благовествовали. Благовествовали Господа Иисуса. И мы с вами читаем, что Господь благословил это. Мы с вами читаем, что рука Господня была с ними, и великое число у веровав обратилось к Господу. Я взял для себя несколько моментов вот из этого прочитанного. Благовествовать, несмотря на обстоятельства. Вы знаете, история говорит, что действительно нелегко было верующим. После убийства Стефана были гонения, были преследования. И вот они не просто убегают, они не просто идут в другое место с Иерусалима. Они благовествуют. Они говорят и свидетельствуют о Господе Иисусе Христе. И они благовествовали не просто каким-то избранным людям. Мы с вами читаем, что были киприяне и киринейцы, которые проповедовали и говорили Еленам, которые говорили тем, кто был вокруг. И в этом тоже определенный урок для нас. Не просто, может быть, ждать момента, но когда Христос говорил, что будете мне свидетелями, это обращение ко мне, это обращение к нам. Свидетелями нужно быть постоянно на том месте, на котором мы находимся. И Господь благословляет, Господь содействует, Господь помогает тогда, когда мы являемся Его свидетелями. Я думаю, мы много слышим о важности благовестия. Я думаю, много и мы слышим и понимаем, насколько это важно. Но в чем заключается наше благовестие? Я, рассуждая вот об этом, несколько мест Писания хотел бы прочитать, говоря о том, как это делал Христос. Матфея 4, глава 17, текст читаем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Марка 1, глава 14, 15 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Проповедь Иисуса Христа заключалась в нескольких словах. Покайтесь, покайтесь и веруйте в Евангелие. И мы с вами читаем деяния 2, глава 3, глава, когда Петр проповедовал, и вот эта мысль о покаянии, о том, что необходимо покаяться для того, чтобы получить прощение грехов, оно присутствовало. Мы с вами читаем 2, глава 38, стих. Петр же сказал им «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Почему я обращаю на это внимание? К сожалению, в последнее время, когда, может быть, мы слышим о благовестии, или, возможно, когда кто-то говорит о Христе, мы упускаем этот момент, упускаем важность покаяния. Без настоящего покаяния не бывает обращения, и без обращения никогда не будет обновления. Уильям Бут, британский проповедник, основатель армии спасения, как-то в свое время сказал такие слова. Главной опасностью XX века станет религия, лишенная Святого Духа, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, политика без Бога и небеса без ада. Когда я смотрю на церковь в Антиохию, смотрю на братьев и сестер, смотрю об ихней проповеди, я вижу, что они действительно благовествовали, и они проповедовали и говорили о важности покаяния, о важности того, чтобы человек покаялся, о важности того, чтобы человек принял Господа Иисуса Христа в свое сердце. И мы с вами читаем, было благословение. Великое число, уверовав, обратилось к Господу. Второй момент – это ученичество. Это то, что присутствовало в церкви в Антиохии. Мы с вами читаем, что после того, как Варнава проводит определенное время здесь, он идет в Тарс, находит Савла, приводит его в Антиохию. И мы с вами читаем 26 стих. «Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». «Ученичество подразумевает в себе духовный рост, наставление. Церковь имеет миссию – это благовествовать, но церковь также имеет миссию по отношению к спасенным, к тем, кто уже входит в состав церкви. И эта миссия заключается в ученичестве, в духовном росте». Апостол Павел в послании к Ефесианам в 4 главе оставил такие слова с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство верой и познанию Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». О чем здесь говорит апостол Павел? Апостол Павел говорит о важности, о важности духовного роста, о важности ученичества. Насколько это важно, чтобы каждый член церкви мог возрастать, мог расти духовно. Вы помните, Иоанн в первом своем послании, он показывает, показывает несколько таких вот уровней, где-то сравнивая его с человеческим ростом или возрастанием, апостол Иоанн показывает, что и в духовном мире, в духовном возрастании есть духовные дети, духовные отроки, духовные юноши и духовные отцы. И каждому из них способственно или свойственно определенные действия. Кто-то может задать вопрос, что же необходимо для духовного роста? Я думаю, каждый из нас понимает и знает, что прежде всего необходима молитва, необходимо дыхание. Если человек не дышит, если он не молится, если у него нет жажды общения с Богом, тогда человек не растет духовно. Необходимо питание, необходимо Слово Божье. Человеку необходимо питаться от Слова Божьего, вникать, рассуждать для того, чтобы расти духовно. Необходимо общение. И я думаю, было время тогда, когда мы где-то общались по интернету, через Zoom, и не было этого живого общения. Я думаю, что каждый живой христианин чувствовал нужду, нужду в общении. Общение необходимо для духовного роста. И если я, как христианин, прихожу в церковь, и у меня нет желания, у меня нет желания общаться с детьми Божьими, тогда я должен сам себе задавать вопрос, а расту ли я духовно? И еще один момент необходим. Необходим труд. Необходимо служение. Мы с вами немножко еще коснемся этого момента. Но точно так же, как мы наших детей учим тому, чтобы они трудились, чтобы они имели какую-то работу, чтобы они чем-то были заняты, для того, чтобы они были полезными в обществе, точно так же для духовного роста, для полноценного развития, необходимо, чтобы верующий человек, чтобы он был в труде, чтобы он был в служении. Для каждого наставника, когда мы говорим вообще о духовном росте, о наставничестве, апостол Павел оставил пример. Пример, каким наставником был он. Мы с вами понимаем, что лучшего наставника, чем Иисус Христос, не было. Мы понимаем о том, что он является действительно тем, кто учил, учил учеников, учил нас. Но здесь же, в Деянии апостолов, есть пример апостола Павла. 20 глава, я прочитаю несколько стихов, как апостол Павел говорит о своем служении. 18 стих 20 главы Деяния. «И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиреномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Павел говорит, работая Господу со всяким смиреномудрием и многими слезами среди искушений, которые были с ним, приключились. Вот это пример, пример наставничества, когда он говорит, что он это делал со всяким смиреномудрием, многими слезами с первого дня, как он пришел в Асию. Помоги нас, Господь, чтобы мы также подражали Господу, подражали тем мужам, которые были перед нами. И последний момент. Я нахожу, что в церкви в Антиохии было служение. Мы с вами читаем 23 текст, который говорит о Варнаве. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Варнава приходит из Иерусалима в Антиохию, и он видит что-то особенное. Он видит что-то, что возбуждает или побуждает в нем радость. И Духу Святому было угодно показать, что это. Мы с вами прочитали, что он увидел благодать Божию. Что такое благодать? Как мы с вами понимаем, что такое благодать? Как-то на наших испытаниях, когда проходили испытания крещаемым, одному молодому человеку был задан такой вопрос, что такое благодать? И он правильно ответил. Он сказал, что благодать – это Христос. И действительно, Слово Божие говорит, что закон дан через Моисея – благодать и истина от Иисуса Христа. Я думаю, мы, верующие, живущие в настоящее время, много знаем о благодати. Пресвитер, который здесь стоит почти каждое воскресенье или любое служение, он заканчивает благодатью. Я думаю, когда мы говорим о благодати, мы понимаем, что это что-то особенное, которое мы с вами принимаем, что-то доброе. И действительно, это так. Благодать – это особенный дар Божий, который мы получаем, как люди, без каких-либо заслуг, без каких-либо заслуг со стороны человека. И Слово Божие говорит, чтобы мы возрастали в благодати. Слово Божие говорит, чтобы мы переходили из возраста в возраст, чтобы благодать эта возрастала. Но вы знаете, мы находим очень интересное место в Писании, когда мы рассуждаем, что благодать – это даром. И действительно, это так. Но апостол Павел во 2-м послании к Коринфянам, в 8-й главе, в 9-м стихе, он записал очень интересное место, очень интересное определение благодати. Он говорит, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Апостол Павел делает определение, и Он говорит, что благодать – это то, что Он, будучи богат, Он обнищал. Он дал это благо. Он обнищал ради нас, чтобы мы могли обогатиться Его нищетою. И на страницах Писания, если мы внимательно порассуждаем, есть примеры народов, есть примеры семей, церквей, личностей, которые получали особенную благодать от Бога. Но интересно, что в каждом из этих примеров мы с вами находим, что условие было выполнено со стороны или народа, или семьи, или церкви. Мы с вами читаем очень интересный пример другой церкви, или даже церквей, церквей македонских. Апостол Павел в Первом Послании, в восьмой главе, он говорит, «Уведавляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобылуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотно, по силам, и сверх сил я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». Апостол Павел говорит о великой благодати, которая была дана церквям македонским. Но когда мы посмотрим, эти церкви находились среди великого испытания скорбям, они находились в глубокой нищете. Но апостол Павел говорит, что они имели эту благодать. И благодать заключалась в том, что они имели эту радость. Мы с вами говорим о том, что богатство радушия присутствовало в этих церквях. Они просили принять дар и участие в служении. Я думаю, когда мы будем рассуждать о благодати, само это слово говорит, что благодать – это благо отдать. И я думаю, что Варнава, когда он пришел в Антиохию, я думаю, он увидел, увидел это служение, служение друг другу, видел вот это отношение членов церкви друг к другу, готовность поучаствовать, готовность блага дать кому-то. И тогда, когда это происходит, тогда, когда человек готов послужить друг другу, послужить брату и сестре, тогда Бог дает эту великую благодать, тогда Бог посылает эту благодать на благодать. Несколько лет назад, если вы помните, в нашей церкви братья сделали такое вот миссионерское заявление нашей церкви. И это миссионерское заявление звучит так. Церковь спасения, наша церковь, братья и сестры, призвана приводить людей к спасительной вере, помогать в духовном росте и побуждать к служению Богу и ближним. Я нахожу, что как раз вот в этом заявлении эти три момента присутствуют. Те моменты, которые присутствовали в церкви Антиохии, это благовестие, приводить людей к спасительной вере, помогать в духовном росте, ученичество или духовный рост, и побуждать к служению Богу и ближним. Это как раз момент служения, момент служить друг другу и Господу. Я знаю, что сегодня семьи будут собираться, малая группа будут собираться, и я хотел бы оставить некоторые вопросы, вопросы, которые я задавал себе, вопросы, которые, я думаю, будут полезны для нас, рассуждая о церкви в Антиохии, рассуждая о церкви спасения, рассуждать о нас с вами, что для меня означает слова Христа «И будете мне свидетелями». Как я понимаю эти слова Господа нашего? Где и когда я был свидетелем, исполняя повеление Господа? Имею ли я духовного наставника? Являюсь ли я тем наставником, каким учит меня Слово Божие? И на страницах Писания мы находим много примеров, много примеров Господа нашего, как Он наставлял, как Он это делал? Если я называю себя, или если я говорю, что я наставник, являюсь ли я таковым на основании Слова Божьего? В чем заключается мое служение в поместной церкви? В чем я вижу проявление Божьей благодати в нашей церкви спасения? Еще один вопрос, что я делаю для достижения каждой из трех ступеней нашего миссионерского заявления? Верить, расти и служить. Я также хотел бы оставить вопрос для наших детей, может быть, для молодежи, для подростков, чтобы они немножко порассуждали о благодати. Что такое благодать? Как они понимают это слово? И чтобы нашли три примера, три примера действия благодати в Ветхом Завете и в Новом Завете. Помоги каждому из нас, Господь, рассуждая, рассуждая о церкви, рассуждая о действии братьев и сестер в Антиохии, брать для себя примеры. Я думаю, нам есть чему поучиться. Я думаю, что смотря на эту церковь, Варнава приходит, он видит эту великую благодать Божью в церкви, и он уходит и приводит апостола Павла. Тогда, когда есть благодать, тогда, когда есть служение, тогда, когда есть радушие, тогда церковь будет расти, тогда Бог особенно благословит церковь и благословит и нашу церковь, если мы будем так поступать. Благослови нас в этом, Господь! Давайте склонимся и помолимся. Аминь. 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 Край чудесный, край чудесный, Обещал нас в течение северной. Край чудесный, и обед обвиньей Остается вашим новым годом. Славу нам, селозьмом, сердце ты, Край чудесный, край чудесный, Селозьмом, сердце ты, Край чудесный, край чудесный, Обещал нас в течение северной. Край чудесный, край чудесный, И обещал нас в течение северной. Край чудесный, край чудесный, Орежу тебя, сердце ты, Край чудесный, край чудесный, Вечер, если праздничный, праздничный, Страдничного Спасителя в себе. Вечер, если мы скоро приплюем, И убедим благополучный, Победим нескольящий сердце И тут личная родность тебе. Вечер, если праздничный, праздничный, Страдничного Спасителя в себе. Вечер, если праздничный, Нам spl시고 в тебе. Действительно, братья и сестры, церковь в Антиохе была особенной церковью. Помните, вот мы читали это место, именно в Антиохе, помните, как стали называть церковь? Христианами, да? Людей, которые собирались, стали называть христианами. Почему-то можно было по-разному назваться, да? Называть можно по-разному людей. Но именно в Антиохе народ Божий начали называть христианами. Вот в самом слове, когда переводишь слово христианин, это похоже на Христа. Удивительно, вот написано, целый год они собирались, и там было благовестие, там было ученичество. Мы сегодня слышали об этом. У них было служение. И вот когда они все в этом преуспевали, написано, они стали называться похожими на Христа, христианами. Дал бы Бог, друзья, чтобы, живя в этой жизни, служа Богу, действительно, люди, смотря на нас, могли сказать, они христиане, они похожи на Христа. Конечно, это не просто, друзья, и будем помнить, если какие-то будут вот в этом нашем старании быть похожими на Христа, если будут какие-то переживания, трудности, они будут, будем помнить вот эту мысль первую, которую мы слышали. Он крепкая башня, и мы туда можем убегать. Или быстро, или медленно, но Он для всех нас крепкая башня. У нас, перед тем, перед нашей заключительной молитвой, мы сделаем важное и радостное объявление, друзья. И особенно важное, особенно радостное это объявление для Алексея Калмыкова и Инны Тихоновой. Поэтому, друзья, приглашаем вас сюда. Мы хотим вместе с вами порадоваться этому. Алексей Калмыков – это член нашей церкви. Инна Тихонова – она член церкви из города Портленд, церковь «Слово жизни». Есть родители, да? Здесь родители Алексея. Есть – это Иван и Клава Калмыковы. Вот они вместе с нами. И родители невесты. Анатолий и Лиля Тихоновы. Тоже они с нами. Приветствуем вас, поздравляем вас сердечно. И поздравляем вас, молодые. Алексей, Инна, поздравляем вас. С этого момента это невеста и жених. И у вас это действительно важное и ответственное время. Поэтому готовьте себя к предстоящему бракосочетанию. И мы помолимся у вас в заключительной молитве, чтобы Господь благословил вас. Поэтому пусть Бог поможет вам приготовиться. И в вашей семейной жизни, чтобы вы были славой Господу. Хорошо? Проходите, садитесь. Мы помолимся о вас в заключительной молитве. Давайте встанем и помолимся в заключении нашего служения. Господь, мы Тебя сердечно благодарим за то, что сегодня учил нас, как добрый пастырь, как отец учит детей своих. Благодарим за наставление, за утешение, за ободрение наше и за наставление, как нам жить в этом мире, чтобы благодать Твоя была и в нас, и в наших семьях, и в нашей церкви. Чтобы эта благодать была видна, Господь. Чтобы это было добрым свидетельством. Благослови действительно, чтобы сердца наши горели желанием благовествовать, желанием учиться и духовно расти, желанием служить Тебе. Чтобы действительно, видя нас, мы могли отобразить славный образ Твой. Чтобы и мы также, не на словах, но в жизни нашей, мы могли называться христианами. Мы просим Тебя и благодарим Тебя за Алексея и Иину, за то, что и они хотят создать семью, Господь. И мы просим Тебя, чтобы благодать Твоя была и над ними. Чтобы в это время, когда они будут готовиться к бракосочетанию, чтобы милость и охрана Твоя была над ними. Чтобы они также могли духовно расти и в определенный день могли стать одной семьей. Чтобы славить Тебя, чтобы иметь радость на этой земле и прославить имя Твое Святое. Благослови и их, Алексея и Иину. Услышь, Господь, всех тех, которые в этот час болеют. Кто в переживаниях, Господь, кто в страхе, кто в одиночестве, кто в различных скорбях и переживаниях. Услышь и помоги, Господь. Мы уповаем на Тебя и верим, что с Твоей помощью можем достигнуть неба, проходя испытания и трудности в нашей жизни. На Тебя уповаем и благодарим Тебя. Благодарим за этот духовный хлеб, за общение с народом, с Твоими друг с другом. Мы просим, чтобы благодать Твоя в этот час, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого была со всеми нами. Аминь.